Вар Тандер очень много техники, как наземной, так и авиации, даже уже флот появился. Поэтому хотя бы наземную технику давайте разберем, на которой я вроде как специализируюсь и вроде в ней разбираюсь, по крайней мере достаточно разбираюсь, чтобы высказывать свое мнение. Так вот, Талисманы это такая интересная штукенция, которая дает вам возможность получать дополнительный опыт, и стоит он определенного рода денег, то есть голды. Вы можете, естественно, эту голду заработать при помощи внутриигровых ивентов или, например, тех же самых золотых пари, но вообще можно его и купить. В любом случае Талисман получается купить обычно дешевле, чем премиум технику. То есть если мы говорим о покупке какого-нибудь М26Е1, который будет стоить 7500, то примерно на машину с этим же боевым рейтингом Талисман будет стоить около 2000 золотых, что гораздо меньше. Но у Талисмана есть минус. Если премиум техника позволяет вам зарабатывать также и больше серебряных львов, то Талисман только распространяется на увеличение опыта, и вы будете просто быстрее прокачивать технику, то есть сделаете ее полупремиумной. Но, к сожалению, не более того. Однако эта штука очень полезна, если вы не хотите тратить много денег, и тем более, если вы... Вот вам какая-то машина очень понравилась, и вы просто поставили на нее Талисман, и вот, пожалуйста, у вас есть прем-техника для того, чтобы выкачать все дальнейшее. Но есть у этого подхода, конечно, и минус. Ну, если у вас тупо не открыты высокоранговые техники, вы на нее Талисман просто так не поставите. Вам сначала нужно докачаться до какого-нибудь четвертого ранга, и уже только потом прокачивать с его помощью пятый, и уже дальше шестой. В то время как вы можете сразу купить какой-нибудь Т114, и моментально проскочить нижние ранги. Ну, а это все вот такая вот плата за именно Талисман. Начнем с Америки, иначе видео растянется очень надолго, если я буду рассказывать обо всех нациях. Начнем с этого. На первом ранге я не буду выделять никаких особо машин, однако скажу, что М13 и М8 заслуживают внимания для Талисмана. Вопрос только в том, зачем он в принципе нужен на первом ранге, да и на втором тоже они проскакиваются довольно быстро. Но это будет стоить вам где-то около 400 золота, что, в общем-то, немало. На втором ранге идеальной машиной для Талисмана становится М10. Эта машина обладает великолепным орудием, и хоть у нее есть проблемы с медленной башней, но она шикарна. И у нее нет проблем с выбором снарядов, например, как у Шерманов, и она где-то даже оттанковывает, особенно из-за своей, может быть, багнутой маски. Пробить ее туда практически нереально. Можете чисто по приколу поставить Талисман на М5 или М22 и бегать воевать на 6 ранг потом, но смысла в этом никакого. Если вы будете ходить воевать на 6 ранге, значит он у вас уже есть. Так что, ну, нет в этом никакого смысла. А вот начиная с 3 ранга, уже можно задуматься о серьезном приобретении каких-либо Талисманов. Например, мне на аккаунте, который принадлежит прохождению игры с нуля, серии стримов с самого нуля, мы выбили Талисман на М6А1. И, поверьте, это сильно ускорило нашу прокачку. Здесь 3 ранг уже начинает как-то, ну, довольно много времени требовать. Если вы не покупаете какую-то машину, то можете повесить Талисман. Собственно, у американцев довольно много вариантов, куда можно повесить Талисман. Но лично мой выбор, это, конечно же, либо М4А1, либо М6А1, либо М18. Почему не Джамбо? Потому что орудие слабое. И, конечно, на нем можно воевать, и любители будут. Но, опять же, вы знаете, что я к этому танку отношусь крайне сомнительно. Я, конечно, признаю его имбовость, но он мне не нравится. Поэтому рекомендую что-то более универсальное. Вообще, идеально зайдет или М6, или М18. М18 по понятным причинам, это имба имбовая. Кстати, это будет стоить 1200 вам золотых орлов. И М6, в принципе, тоже неплохо, особенно для аркады подходит. И орудие приятное, 1400 орлов. И есть какая-то живучесть, и подвижность тоже более-менее существует. Эти танки уже сложнее. Потому что здесь нет орудия, а здесь нет брони. Что-то одно придется выкидывать. Но, в принципе, для более такой стабильной игры подойдет именно М4А1. На этот танк-талисман будет стоить также 1400. Выбирайте, если вы захотите прокачать быстро третий и уже повыкачивать четвертый ранг. На четвертом ранге выбор у Америки также огромный и великолепный. Здесь у нас такие идеальные машины есть, как Т-34. Как мне кажется, это абсолютно беспроигрышный вариант. Мне лично этот танк нравится даже больше, чем Т-29. За счет своего ультимативного 120-мм орудия Т-53. Также для любителей веселого геймплея это какой-нибудь М56 Скорпион. Кстати, сколько на него будет стоить? 2000 талисман, как и на Т-34. И здесь уже есть существенная разница с премами четвертого, например, ранга. Если ранее цена была не настолько разнящейся, то здесь уже солидное преимущество у вас по деньгам выходит. В общем, М56 и Т-34 хорошие, точнее, это лучшие варианты для талисмана. Также хорошим вариантом будет М36. Слагер, если на нем научиться играть, будет радовать вас определенно. Плюс на него талисман стоит чуть дешевле, 1700 монет. Неплохим выбором может стать Т-92. Но это вопрос, конечно же. Или Супер Джамбо. Но лично мне эти машины, опять же, ну не вызывают настолько много доверия, как Т-34 или М56. Также, если кто-то любит Супер Персик, то, как вариант, теперь у него ниже боевой рейтинг, возможно, ему живется проще. Но талисман стоит столько же, как и на Т-34. И, ну, нафиг оно надо. Но не стоит забывать, что для того, чтобы докачаться до Т-34, вам придется половину этой ветки пооткрывать. Поэтому из начальных машин, которые вам даны здесь на выбор, скорее всего, это либо М36, либо Супер Джамбо. И пока вариантов больше нет. А уже дальше это Т-34, например, или М56. Что ж, переходим на пятый ранг. Здесь выбор, на самом деле, тоже довольно велик, но реально его можно свести к двум машинам. Это либо М103, это М47. Вот и все. Ну, М46 также подходит. Это вообще идеальный вариант, потому что он в самом начале открывается, и у него есть М46 Тигр, кстати, на четвертом ранге. Вот аналогичная машина с данным. Но у М46 в ветке есть преимущество, он пятого ранга. Это, с другой стороны, недостаток до него докачаться, а с другой стороны, он позволит вам выкачать вообще вот это вот все, в то время как Тигр только пятый ранг захватит. Поэтому М46 идеальный вариант для тех, кому нравится необычная машина. Это Онтас, кстати, сколько здесь будет стоить это все? Тоже две тысячи, кстати говоря. Почти столько же, сколько и на четвертом. И здесь две тысячи. Ну или М103 для любителей тяжей, но придется проходить через вот это вот все. Ну и шестой ранг. Здесь уже не смысла говорить про какие-то талисманы, наверное, поскольку, ну, это как бы финал, к которому вы идете. Но если вдруг вам очень сильно захочется, то с американцами придется очень задуматься. Здесь мало машин начальных, на которые можно ставить талисман. Все идут до Бромса, но на него талисман ставить уже смысла особого нет. Ну а так, к сожалению, я ничто не могу сказать про Т95. Я еще на нем не играл. М60 это явно не те машины, как и Шеридан, на которые стоит это делать. Вулкан тоже. М60А2 тоже у меня его нет и сказать нечего. Ну а МБТ, он, конечно, неплох, но не идеален. До него надо докачаться еще будет. Поэтому шестой ранг у Америки получается довольно пустой. Ну что ж, вы услышали мое мнение. Пишите свои комментарии по поводу талисманов. Вообще, самое выгодное вложение это премиум аккаунт и талисманы. За счет них вы сможете прокачиваться, вкладывая минимальное количество денег в игру. Пишите, на что вы бы поставили талисман в американской ветке и как, с какой бы тактикой вы это делали. Ну а на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пойду пилить для вас видосы. И всем пока-пока.